Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру черепашки ниндзя легенды и начнем с выполнения заданий, во-первых нам нужно поднять уровень персонажа и у меня 9000 сюрикенов, ну что ж давайте посмотрим кому нам хватит, мне конечно хотелось бы Микеланджело, но я сомневаюсь, так тут нужно 9930, не хватает мне маленечко, ладно тогда мы знаете что сделаем с вами, проведем несколько боев, так сколько у меня откатов я уже не помню, но я знаю что их очень мало и мне не хватает бакинских чтобы прикупить себе их, так кто-то мне сказал что я могу искать тигриный коготь в обычном режиме, но я почему-то сомневаюсь ребят, что это можно сделать, как мы видим ничего подобного, так что подписчик который это написал ты немножко заблуждаешься, не смогу я его найти, так а мы с вами давайте тогда погоди-ка, а пульверизатор нет, он должен прапаться после этого, только мы сможем на него что-то там искать, так морозильную кошку я сегодня уже нашел, получается ребята что получается что мы с вами никого в данный момент не сможем найти, даже Джастина того же самого и нам придется что сделать, нам придется наверное просто искать разные вещи для того чтобы проапать скиллы нашим персонажам, ну например давайте посмотрим что мы можем сделать у Зека, так бомбочку мы проапали вот этот вот выстрел в принципе было бы неплохо, но для этого нам нужно вот таких вот штучек 8 так это пульт от телевизора да у нас 8 штук, нужно для того чтобы мы смогли проапать ему вот этот вот самый выстрел так мутаген, это все понятно, у меня ребята кончаются, кончаются порталы сколько у меня осталось там по-моему 3 штуки, да 3 штуки ровно и давайте попробуем добить, что-то не вылазит нам, кстати пульт от телевизора, а вот вышел так и последние 2 у нас ребята отката так давай мало не хватило, телепортов у меня больше нету ребят, к сожалению а выполнил ли я задание которое от меня требовалось сразиться в боях так, это мы сделали сразиться в трех боях в сложном режиме а вот это, к сожалению, я не сделал но надеюсь, мы ребят с вами как-нибудь накопим, может быть где-нибудь найдем погоди-ка, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? мы можем купить так, секундочку, что у нас здесь? Кейси Джонс, да? и Бакстер Муха оба стоят по 2000 сюриков нам сюрикены пригодятся, поэтому я не буду сейчас тратить и, ребята, у нас 76 ПВП монет что же нам можно с вами приобрести за эту маленькую, так скажем, сумму? я даже и не знаю до Нателла Космос я искать не буду пока это перебьется а вот можно, в принципе кого-нибудь из классики как вы думаете? а кого? кого у меня нет? у меня, в принципе, по-моему, никого нет из них слушай, давай, наверное, мы все-таки с вами будем Микеланджело дальше искать фиг с ним, так уж и быть 54 в данный момент ДНК из 70, то есть нам совсем немножко осталось ладно так, ну и хотел же я купить вот эти вот самые так, 150 долларов придется потратить, ребят? ну а что поделаешь? хотелось мне, конечно, 100 штук купить но пока никак и посмотрим заодно по навыкам сколько нам еще осталось? так, два пульта найти думаю, что мы сейчас с вами быстренько это дело сделаем пиццы пока у нас хватает так что будем искать ну, так, один нашли и давай, наверное, вот здесь вот посмотрим мне выпадает Рокзар ладно так, вот, ребята второй пульт, который нам и нужен был так погоди к секунду нет, еще не все надо еще один искать, ребят хотим мы этого или нет но мы будем его находить все бинго так вначале мы с вами вау мы можем еще вот этот вот удар в танце сделать но я все-таки думаю, что восхищение больше нам понадобится и оно как-то лучше бомбит согласитесь, да? ну что же на четвертую ступень восхищения мы с вами проапали давайте заберем теперь в конце концов ревард и поднимем уровень персонажа так, я не накопил, да? нужную сумму для Микеланджело чтобы проапать его до 64 уровня но мы можем это с вами сделать через арену или же мы можем вот здесь, ребята, с вами заработать мутаген и проапать так что, пожалуй я быстренько сейчас это дело и сделаю так, ну что, друзья 1500 мутагена мы с вами заработали и в данный момент у меня 15 тысяч этого должно хватить с лихвой чтобы нам поднять Микеланджело на 65 уровень вот так это происходит конечно, мне его нужно прокачать до 80 чтобы он мог действительно иметь вес в нашей команде потому что, ну, 65 уровень сами понимаете это не туда и не сюда в боях он проигрывает всегда первый так, ну что, ребят забираем с вами ревард последний что мы с вами заработали так, отлично Рафаэля, естественно мы сейчас с вами переработаем на сюрикены так, делаем это быстренько так, и что у нас больше а нет, вот, ребята на Рахзара есть еще давайте обменяем сюрикены нам нужны потому что скоро мы накопим осколки и будем кого-то переводить либо в золото либо либо получать будет кто-то звезду посмотрим в ближайшее время у нас вот пульверизатор я смотрю тут стремится получить да, золото но я не хочу почему-то именно его поднимать по рангу не хочу я вот лучше бы кого-нибудь из здешних вот, ребят например, Микеланджело космос да, в четвертую серебряную звезду или того же самого Леонардо ну, с Кунаичи будет немножко сложнее так, ладно, ребята мы с вами отвлеклись от сути так, здесь мы сделали и давайте переходить наверное, на турнирную арену так, меня пока не сбросили, ребята я в Лиге Сегунов единственное, что у меня ранг 68 а нам нужно попадать на в мастера да, ребята в мастера и смотрите, ребята здесь у нас 60-й уровни да, вот этот вот здесь 66-й а тут 63-й поэтому начнем пожалуй, с самого простенького с Джоша поехали так, у нас 5 откатов с вами есть и будем сейчас реализовать я не знаю я не хочу, ребята рисковать как в прошлые разы брать слабеньких без прикрытия поэтому будем немножко с вами похитрее и вот так вот делать вместе предположим с Рахзаром давай вот такую вот комбинацию сейчас попробуем провести Рахзар встанет у нас в провокацию надеюсь, на 2 хода и он выдержит главное, чтобы не было никаких массовых атак потом, естественно ребята мы с вами сделаем вертушку от Леонардо и я хочу задействовать Усаги так подожди-ка давай мы, наверное, попробуем с вами Донателло бомбануть пробьем, интересно как думаете? нет, не получилось а если коготь тигриный так, нормуль кстати, между прочим ну зачем ты Криса-то делаешь это тебе не поможет родной мой так, а ты оу-оу-оу-оу тихо-тихо-тихо Рахзар выдержал и он красавчик да ладно тебе Усаги ну что ж ты в самом-то деле так, ну зато Криса мы побили и, соответственно, добиваем с вами Бибова ну что ж, ребята отличный был бой беспроигрышный и отыграли мы несколько маленьких ребятулик, да из нашей команды это для нас большой плюс и перемещаемся мы с вами с 68-й полки на 56-ю слушай, есть все шансы попасть в мастера есть но для этого надо еще немножко побороться, ребята поэтому Барон Барон ну давай посмотрим насколько ты парень Барон как ты заявляешь и я вот не знаю стоит ли нам здесь взбрать Бакстера Стокмана может быть взять Змейка Вьюна и Микеланджело а вместе с ним в придачку может взять например Армагона и хм и Бибопа не, давайте возьмем Ваньку Стиранко на всякий случай это будет как перестраховка для меня что потому что Армагон слабенький его могут разобрать поэтому начнем пожалуй мы с уклонения да через танцпол чтобы по нам не так быстро попадали а может быть вообще не попадали и вертушка да как так Леонардо ты меня вот порой просто удивляешь я понимаю конечно что срабатывает крит но чтобы всех наповал с одного удара это конечно для меня что-то и мы перемещаемся на 46 ровно 10 ступенек да в принципе все шансы у нас есть надо главное ребята здесь отыграть все четенько без проигрыша Антонио и Тобиас Николай Николай 65 уровня ой 65 уровня у него 66 уровня и 65 персонажа 67 даже есть поэтому я не буду сюда лезть вот давайте наверное мы возьмем погоди-ка да я думаю что лучше взять Антонио так и здесь мы будем делать вот таким вот образом сыграем ну практически максимальными персонажами чтобы никто у нас не упал женка у меня нет провокаторов было бы неплохо если бы какой-нибудь провокатор был прокачанный да мы ставили бы его в стойку и мои малыши бы могли бы здесь спокойно себе разбирать этих парней но нет такого нету так Ванюша ты упал да что ты делаешь парень что ты делаешь по кому по карайке звездом а вот это зря это зря потому что карайка тебе в ответ делает крик души ребята и конечно же вся пачка падает ну в принципе я на это и рассчитывал конечно хотелось бы чтобы у меня сыграли малышня но я как говорил рисковать сегодня не буду ребята 32 позиция это уже четко это уже четко поэтому давайте посмотри дают всех в золоте интересно когда наступит тот момент ребята когда мы с вами будем играть с платиновыми бойцами да наверное будет очень очень скоро это все дело слушай 51 да против 62 и 63 это очень рискованно поэтому наверное нам лучше здесь взять с вами зэка и вот так вот хотя лучше давай наверное возьмем нейтрализатора я надеюсь на выстрел из пушки хоть кого-нибудь да бомбанет естественно зэк будет бросать бомбочку да и надеюсь она сработает у него эффективно так опять же ребята не так как я хотел всего лишь троих троих мы с вами замедлили так давай попробуем вертушку и посмотрим да да отлично и кого бы нам тут бомбануть Донателло интересно если он ударит нейтрализатора он сразу его убьет или нет слушай наверное я все таки попробую вот этого бомбануть наверное не ул а нет положили как ни странно это круто ребят а вот Кирби конечно как всегда сплоховал по кому бомбит ну естественно я даже не сомневался что он будет делать именно так ладно Ваня ты полежи пока маленечко а с тобой Донателло будет особенный разговор получи и распишись от самого нейтрализатора да да он ему отомстил за тот самый удар который он ему провел ладно что у нас ребята остается по большому счету всего лишь пару высокоуровневых персонажей это Рафаэль это железная голова у нас да сейчас мы посмотрим точненько и вот кого тут взять то мне господи неоклис так Тимати и Андре кого взять я даже не знаю они все ребята в золоте но тут уже лига мастеров мы с вами прекрасно видим да то есть совсем немножко осталось как провернуть нам эту заковырку давай наверное возьмем или эклис или не эклис непонятно и будем наверное брать здесь железноголового я надеюсь провокация все таки у него сработает вовремя без приключений все здесь должно у нас обойтись и твою дивизию брать шредера что ли ну давай возьмем шредера блин он 45 уровня если по нам сейчас пинка дадут он рассыпется а Рафаэля тоже неохота брать с ним можно было бы еще наверное ребята одну карточку поиграть хорошо в общем давайте тогда оставим так и возьму я а почему он у меня здесь стоит на первом месте потому что у него уровень 49 да в отличие от этих несмотря на то что он в серебре странно я тогда лучше все таки возьму я возьму Эйпел фиг с ним я рискую была не была я конечно надеюсь на железную голову но почему то мне кажется что ничегошеньки у меня не получится так ну для начала естественно сделаем вертушку если бы он уронил хотя бы парочку было бы неплохо но как видим не шиша подобного господи что он делает он вешает иммунитет железная голова ты будешь мне так Эйприл хиляет так кого ты блокируешь ну естественно ребята а кого он может еще блокировать Шреддера кого же еще то в плане иммунитета но все равно ребята мы с вами повесили главное провокацию и это уже хорошо так а теперь будем разбирать начнем пожалуй наверное с Рокстеди ну-ка ой-ой-ой-ой-ой-ой это ни о чем ребята удар вообще плохой был да железная голова конечно же не будет ребята у нас здесь бомбить как бы мы этого не хотели так что в кого ну железную блин нифига себе ребята урон так погоди каково же нам тогда здесь подкосить наверное вот так попробуем сделать не уверен конечно что получится нет вышло как ни странно у нас с вами все получилось так удар смертельный удар опасный так что же нам теперь то сделать господи я не знаю сплинтера трогать мне нежелательно полюбасику давай попробуем наверное все таки нет ну ерунда получается ребята сейчас у меня провокация спадет и все и будет фиаско только не говори что ты сейчас пробьешь его слушай около того ребят давайте захиляемся на всякий случай от Эйприл и черт бы его побрал этот сейчас будет ходить ну давай я попробую пробить не вышло ни шиша оу а если вот так вот сделаем посмотрим ну этот удар неплохо бомбит так есть небольшой шанс ребята небольшой шанс но он как видите не сработал так бафается он бафает ребята своих ребятулик и можно если я сделаю этот удар да сплиттер конечно же отреагирует на это все дело и ударит шредера а если мы это не применим то у них останется много здоровья ууу так хорошо тогда мы делаем с вами блин я даже не знаю давай попробуем наверное бомбануть рокстеди рокстеди да что ж ты не падаешь ты никак у него ребят защита сейчас будет еще тут стрелять да ладно эйприл ну ты хоть да что ж ты будешь делать ну а ты бибоб ну давай ну делай ты его нет не хочет он ребята ни в какую тогда давай вот так вот добьем его все ребята провокация как видите ушла и сейчас наверное положат мне шредера нет эйприл а потом и шредера вот это вот мы ребят с вами сыграли называется обалдеть блин просто обалдеть все я этого ребята очень сильно боялся я не хотел здесь фейлиться но как видите все пошло против меня так тут еще и эйприл но я думаю что сейчас леонардо ее уложат жалко мне обидно за вот эту ребята игру потому что леонардо и железная голова ну они сыграли паршиво хотя хотя я скажу что три хода железная голова простоял в отличной провокации но как видите почему то мы с вами не могли разбомбить того же самого рокстеди который стоял у нас в определенной защите и при этом неплохо бомбил так ну что же у нас ранг девятнадцатый всего лишь один откат и как там здесь выкрутиться из этой ситуации я пока не знаю я возьму конечно Рафаэля Криса Брэдфорда но что что мне сделать что вы прикажете мне здесь сделать ладно я рискну если конечно сейчас Рафаэль встанет в провокацию и плюс к тому же противник не будет бомбить массовыми атаками может быть есть какой-то маленький шанс но я чувствую что мы его уже пропустили потому что у них инициатива ребята офигенно как копится в отличии от меня ты посмотри ты смотри как стоит парень кто там у них следующий собирается ходить ага а мы его наверное не положим да а у Рафаэля господи еще очень долго ждать для того чтобы получить провокацию ну и что же тогда вы прикажете мне делать я единственное могу позволить себе это просто по кому-нибудь ударить вот и все ну давай попробуем по этому проникающему ударам естественно он не упадет а вот этот парень у нас падает и вот чуть-чуть не хватило все-таки у Рафаэля очень плохая инициатива очень плохая и очень приходится долго ждать ребята для того чтобы можно было ее поставить то есть эти ребята меня переплюнули вот и все конечно сейчас-то может быть тихо ты смотри что творит так ни у кого нету контратаки тогда выпускаем орду крыс ну это вообще ни о чем давай ладно пробафаемся попробуем у нас хиллер то хоть есть в команде хиллера никакого никакого нету так хана с удара завалили так а давай-ка Микеланджело тоже нет не вышло а вот этого Микеланджело ну они ребята около того чтобы отдуплиться слушай а может быть если бы я выпил вот этот вот энергетик может быть мы с вами тогда бы и бомбанули в тот раз и пульверизатор у меня бы так быстро не упал хотя я сомневаюсь в этом ну в общем ребята здесь за счет Рафаэля мы с вами выкрутились но опять же как я говорю пульверизатор меня подвел он отдуплился потому что он был салабон на самом деле он был салабон и получил как говорится по заслугам а виноват в этом конечно же опять я потому что взял его в команду с одни ближ только Рафаэлем ну может быть на 5 ступенек поднимемся но этого недостаточно чтобы попасть в Лигу Мастеров единственное могу предложить вам вечернюю какую-нибудь серию где у нас естественно все это пройдет естественно так погоди а у меня блин ребята у меня был откат у меня был откат почему я если бы я взял бы например того же самого Рокзара то скорее всего могли бы пройти но я что-то как-то недопетрил я только сейчас вспомнил что у меня есть откат господи вот это я лопухнулся что же мы тогда можем с вами сделать на данном этапе по-моему ничегошеньки да у нас нету ничего ни ДНК у нас нет осколков у нас выполнены все задания и по новостям у нас тишина так может быть попробовать нам все-таки вот здесь вот так у нас есть откаты может быть нам повезет сегодня ребята может быть мы кого-нибудь сможем достать так 3 золотых осколка это фигня 2 доллара да что же вы меня вот пичкать какой-то ерундой ну серьезно ну дайте нормальный шляпа с напитками еще лучше еа вот это вот это я понимаю вот супер шреддер 3 ДНК отлично и знаешь что я хотел пройти погоди к секунду может быть слушай ну это наверное будет глупо да какой тут 70-60 уровень слушай он наверное будет бомбить ого как да я думаю давай возьмем вот так вот и попробуем ребята пройти а вдруг авось у нас получится кто его знает хотя бы не на 3 звезды ну просто пройти так ну что же супер шреддер мы готовы тебя встретить естественно он тоже готов и будет бомбить сейчас вау так а если мы сделаем ему вот такой вот ударчик на сколько отнимем за ровью половиночку да так сделаем уклонение правда это вряд ли спасет моих бойцов и ты 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 давай вот так попробуем таким вот ударом прописать может постепенка нет ребят постепенно урон не повесился печалька так армагоша сработал давай пробафаемся на всякий случай может быть это нам как-то поможет в дальнейшем и посмотрим как сработает ребята оуу массовая атака у ворот сработает или нет слушай сработал круто что я могу сказать ребят мы переходим с вами на вторую волну естественно тут такой же шреддер только он будет посильнее помощнее и можно можно захиляться да давайте-ка мы наверное с вами похиляемся на всякий случай так и вертушку пока не хочу применять будем просто ребята вот так вот бомбить потихонечку да у нас тут крит я смотрю тихо-тихо-тихо ох как же он бомбанул смотри ребят сколько здоровья всего лишь оставил наших парней я думаю даже нет смысла усиливать атаку просто будем бомбить его по крайней мере у него меткость сейчас в данный момент понижена вау постепенный урон от армагоши это что-то новенькое а если мы еще вот так вот сделаем давай-давай борстай свое яичко оп чуть-чуть отнял ну ладно фиг с ним ребята так минус сплинтер да не попал ребята он не попал ты прикинь он промахнулся так хорошо это наш шанс его сейчас вырубить погоди-ка секунду а он умер от постепенного урона ну что же теперь тот самый ребята шредер который воскрес точнее даже не сам воскрес а его воскресил вот этот вот дракон драконоид какой-то да-да-да я помню но запомните ребята у него инициатива офигенная он будет делать по два броска то есть можно сразу вычеркнуть сплинтера из моей команды и там еще одного да а потом он конечно займется своим грязным делом будет разбирать моих хайповых хайвых персонажей так давай для начала вот так вот пропишем оу возьмем конечно же провокацию у нас тем более еще ребята дополнительная защита висит тут так а если мы вот так вот попробуем слушай Армагоша может выжить один удар у него есть так погоди вот это мне не нравится конечно что он тут начинает делать можно можно захиляться А можно бомбануть Давай-ка я лучше бомбану На всякий случай, да? Ой-ой-ой-ой, какой он, ребята Толстый, жирный, блокировать можем? Вау, способности заблокировали А вот это хорошо, кстати Теперь он не сможет применять свои супер... Но он может бросаться Так, ну за это он будет получать в ответ, конечно же Так, а если я еще разок Блин, у него, ребята, очень туго отнимается здоровье Очень туго, как-то смотрим Так, а если вот такой удар от Леонарда? Ух ты, половина здоровья уже Отняли, промахнись Нет, никогда он не промахнется, ребята Но если у меня сейчас Рафаэль упадет, это все Ребята, это трындец К тому же он сейчас будет делать массовую атаку, да ведь? Нет? О-у-у Рафик, Рафик, как же ты меня подвел Как же ты меня подвел, родной мой Давай, наверное Блин, я не знаю, что делать Ну давай попробуем кусить Ну, 672 урона Да естественно, ребята, сейчас Так, уклонение, погоди, секунду У нас откат на уклонение прошел, да? Плюс крит удар Кому? О-у Армагона все-таки он вырубил Но тем не менее, он потратил свои ходы Ребята, а это наш шанс, кстати, его вырубить сейчас Давай, наверное, вот так Через пасхалочку, да? Попробуем Ну, нет Слишком ничтожно мало ты бомбишь Сплинтрухана, да? Да, ребята, сплинтрухана И Лео, пожалуйста, но я тебя прошу Е! Да, ребята Не на три звезды, но тем не менее Мы получим с вами ДНК на супершреддеры А, в принципе, я для этого сюда и шел Слушай, ну самое удивительное Что он не попал своим первоначальным суперударом Да, вот этим вот Точнее, мне здесь помог и Армагон Которого была защита, да? Дополнительная То есть, два раза ему пришлось бомбануть по нему И все-таки уклонение Вот уклонение на Рафаэле как-то плохо сработало Все равно он почему-то его пробивал Но тем не менее, ребята, на супершреддера мы получили еще три ДНК В общей сложности это у нас Там три Да, и шесть Слушай, а если бы мы прошли бы вот это, да? Мы бы получили с вами Точнее, не получили, а была бы у нас возможность, ребята, на четыре ДНК пофармить Но это, конечно, шанс очень маленький Давай попробуем здесь Да ладно тебе, хорош, успокойся Давай мне чуть нормальное путевое Вот, хотя бы две ДНК на Шреддера Отлично, ребят Ну что, я думаю, что неплохо Я хочу, кстати, кое-что посмотреть Помните, да? Мы с вами сравнили, сколько нам оставалось И там вроде бы не очень много Половина ровно, да, была? А теперь А теперь 42 ДНК Слушай Еще остается 28 ДНК набить И супершреддер откроется Я думаю, что это имбовый чувак Просто имбовый А вы, ребята, у кого он есть, можете мне написать в комментах Действительно ли он имбовый? И, как мы видим, здесь тоже нам остается 4 ДНК И Донателла Ведения появится у нас в копилочке Так Слушай, а я что-то про черепашек-то у меня Вот, ребята, оригиналов-то Смотрите, 3 штуки Мне не хватает просто Леонардо Вот Но они такие слабенькие Всего лишь 2 звездочки у них Ладно, ребята, мы все это со временем с вами откроем Конечно, обидно, что у меня очень мало телепортов Всего лишь 5 штук Один откат И я думаю, к вечеру все это у нас обновится И я смогу все-таки зайти в Лигу Мастеров Ну а вы пишите в комментариях Хотите ли, чтобы я снял вечерний выпуск Так что всем пока, всем удачи И до новых, ребята, скорых видосиков